МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрь с 24 продолжает свою работу, и мы готовы подвести итоги уходящего года". Два дня вместе с вами мы будем вспоминать самые яркие события, которые случились в городе в 2019-м. Сегодня в выпуске. Новый состав Городской Думы, переизбрание главы Ноябрьска, уходящий год богат на политические события. Главная беда Ямала – дороги. Впервые Дмитрий Артюхов проехал за рулем по всему округу. Какие выводы сделал губернатор, и что показал подобный эксперимент наших журналистов? Сразу несколько громких дел. Вспомним о самых резонансных расследованиях, которые потрясли не только Ноябрьск, но и всю Россию. Начнем с главного политического события года. Ноябрьск выбрал депутатов Городской Думы седьмого созыва. Выборы, напомню, проходили по шестим многомандатным округам. И вот имена избранных депутатов. По пятимандатному избирательному округу номер один. Ирина Рощупкина, Александр Бондарчук, Елена Зименкова, Александр Зимин и Виктор Гордиенко. От второго избирательного округа Елена Строкова, Сергей Валько, Алла Семенченко, Алексей Гнедин и Юрий Беспалов. От третьего округа по результатам подсчета голосов в представительный орган власти вошли Светлана Германова, Евгений Черный, Сергей Антонюк, Артур Галимулин и Владислав Тракслер. По четвертому избирательному округу итоги голосования таковы. Наибольшее количество голосов набирают Максим Солодов, Валентин Цыганков, Геннадий Королев, Антон Ноздрачев и Руслан Хасанов. На избирательном округе номер пять, жители которого в Думе будут представлять три депутата, больше других кандидатов набрали Оксана Гончарова, Николай Корнелюк и Дмитрий Бавдурный. И, наконец, итоги по шестому, также трехмандатному округу Валерий Бровченко, Рашид Ибрагимов и Дмитрий Чендьев. Первое свое заседание, новый состав депутатов начался с избрания председателя и заместителя председателя депутатского корпуса. Решением большинства Думу возглавила почетный работник образования России Ирина Рощупкина. Директором 12-й школы в Ноябрьске она работает с 2004 года. Обращаясь к присутствующим, избранный председатель отметила, что приоритетом у депутатов станет реализация указов президента и национальных проектов Российской Федерации. Нам необходимо работать единой командой с администрацией города, с контрольно-ревизионными органами, с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа на благо нашего города Ноябрьска. Думаю, что открытый диалог с различными социальными, профессиональными группами поможет нам избежать ошибок, принимать правильные решения. А 17 октября в Ноябрьске случилось еще одно не менее важное политическое событие. Было названо имя главы города. Им стал Алексей Романов. Чтобы определить градоначальника, сначала заседала конкурсная комиссия по отбору кандидатов, а затем итоговые решения принимали уже депутаты. Евгения Демина с подробностями. Конкурсная комиссия приступила к работе в 10 часов утра. Члены комиссии, это 6 человек, 3 представителя городской думы Ноябрьска и 3 представителя окружного правительства рассмотрели документы всех претендентов на должность главы города. Напомню, заявление подали 3 человека. Это заместитель начальника Департамента имущественных отношений Михаил Яковлев, экс-заместитель Жанны Белотской Владислав Камыш и временно исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов. Комиссия будет заслушивать претендентов индивидуально в последовательности соответствующей дате и порядковому номеру регистрации заявлений поданных для участия в конкурсе. После рассмотрения документов всех претендентов ожидалось собеседование членами конкурсной комиссии. Они должны были изложить свое видение, как должен развиваться наш город в ближайшие несколько лет. Первым перед членами комиссии выступил Михаил Яковлев. Основная часть доклада заместителя начальника Департамента имущественных отношений касалась как раз таки жилищных вопросов. Городу нужно ускорить темп расселения аварийного жилья, сократить время ожидания в очереди на жилье по социальному найму, а также стимулировать жилищное строительство. Убежден, что и органы местного самоуправления должны двигаться в данном направлении, активнее подходить к реализации полномочий в жилищной сфере, ведь жилье – это главное требование, которое предъявляет каждый человек при выборе места жительства, а также важные условия обеспечения мобильности населения. Следующим о своем видении развития города рассказал Владислав Камыш. До 2016 года он являлся заместителем главы администрации Ноябрьска, а после уезжал работать в Тюменскую область. Но, как признался претендент на должность главы города, он все это время мечтал вернуться в Ноябрьск. Я всегда был патриотом Ямала, патриотом этого города. Даже, скажу простую такую банальность, приезжая через наше представительство города Тюмени и видя наши орнаменты, наш флаг, да, мне правда берет гордость, берет радость такая, что я здесь работал более 20-28 лет отработал. Третьим перед членами комиссии выступил Алексей Романов. В своем докладе он упомянул все основные сферы, на которые необходимо обратить внимание. Это и здравоохранение, и благоустройство, и ремонт дорог, а также строительство культурных и спортивных учреждений. Некоторые вопросы частично удалось решить за последние 4 года, однако работы еще достаточно, подчеркнул Алексей Романов. За время работы в городе я стал частью Ноябрьска. Моя семья живет здесь, мои дети ходят в школу в нашем городе. Очень много людей, которые хотят свои таланты, свою любовь к городу, свои стремления вложить в то, чтобы город становился краше. И я вижу, как примером тому послужило преобразованием в нашем детском парке, который сегодня стал Ноябрьск парк. Я рад, что этот проект удался, и благодарю за поддержку наших жителей, своих земляков. Каждому из кандидатов члены комиссии задавали вопросы, а после за закрытыми дверями остались обсуждать услышанное и принимать итоговое решение. В итоге члены комиссии из трех кандидатов выбрали двоих. Это Михаил Яковлев и Алексей Романов. По порядку не менее двух кандидатов должны быть представлены на рассмотрение Думы. Эти два кандидата Яковлев Михаил Петрович и Романов Алексей Викторович. Заседание городской Думы началось в три часа дня. В повестке заседания было 14 вопросов, однако основным, безусловно, был вопрос об избрании городоначальника. В зале, помимо депутатов и сотрудников администрации, собрались общественники, руководители религиозных организаций, надзорных ведомств, а также первопроходцы и ветераны. Конкурсная комиссия выбирала из достойных кандидатов. Главная наша цель была определить тех, кто готов к преобразованию, к развитию города и выполнению задач, которые ставит перед ноябрьским губернатор автономного округа. Утвержденные комиссии и кандидаты представили краткую версию своих докладов о развитии города, ответили на вопросы депутатов. После этого началось голосование. Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы избрать главой муниципального образования город Ноябрьск Романова Алексея Викторовича. Прошу голосовать. Кто за? Главой города Ноябрьска единогласно был избран Алексей Романов. За него проголосовали 23 депутата из 23 присутствующих на заседании. Срок его полномочий по закону составит 5 лет. Евгения Идиомина, Александр Иванов, Александр Паханов. Ноябрьска, 24. Автомобильную дорогу от границы с Югрой до Нового Рингоя приведут в порядок. За 3-4 года именно такую задачу ставит губернатор округа. В августе глава региона совершил большую поездку по Ямалу. В общей сложности Дмитрий Артюхов проехал за рулем больше тысячи километров. И лично убедился, насколько сильно основная транспортная артерия региона нуждается в ремонте. Некоторые участки придется перестраивать заново. На некоторых можно обойтись капитальным ремонтом. У меня запротоколирована каждая кучка. У меня в машине стояли камеры. Как вы знаете, мы делали специальный фильм. Ребята снимали все время. Я теперь знаю каждую кучку. В следующем году, если мне скажут, что ее не было, она образовалась, я отмотаю все эти 1200 километров и скажу, нет уж она была. И мы договорились, что ее исправят. Изменения ждут и въездные ворота округа пост ДПС Карамовский. Его преобразят внешне и наполнят содержанием. Там будет организовано круглосуточное дежурство скорой помощи и спасателей. Появится полиция и пункт досмотра для того, чтобы контролировать и пресекать ввоз незаконных предметов и веществ. Также там оборудуют пункт весового контроля крупногабаритного транспорта. Еще есть часть чисто удобства для людей. На новой площадке должны появиться удобные гостиницы, питание, СТО. Это хорошая ниша для предпринимателей ноябрьских. Понятно, что, скорее всего, они это будут делать. По крайней мере, логично, чтобы они это сделали. Я думаю, мы до следующего строительного сезона это все будем выяснять и проектировать, чтобы была возможность в новое лето уже начать работу. Пока губернатор проверял качество региональных дорог, наша съемочная группа решила выяснить, что с городскими. Тогда в августе наши коллеги Евгения Дюмина и Александр Иванов провели некий эксперимент. Что из этого получилось, они сами и расскажут. Не секрет, что ямальские дороги сейчас дают экзамен на прочность и ровность. Экзаменатором выступает лично губернатор Дмитрий Артюхов. Мы решили последовать его примеру. Но качество наэркских дорог нам помогут оценить эти стаканчики с чаем. Поехали? Поехали. На стаканчиках мы сделали специальные отметки. Они показывают, сколько внутри находится чая. Вот сейчас мы прокатимся по дорогам и посмотрим, сколько воды останется в стакане. Один стаканчик я поставлю, открою его и поставлю на панель. А ты второй стаканчик держи в руках. Мы проедем сначала по центральным улицам города. Да, давай сначала по центральным. Проедем на промзону и после промзону мы направимся в сторону поста Карамовски. Итак, улица 40 лет Победы. Давайте смотреть. Пока все хорошо. На самом деле этот участок дороги планировали в этом году отремонтировать. Но пока рабочих здесь не видно. Качает в машине, но пока что ничего не выливается из моего стакана. Да, да, да. Все. Я сырая. Итак, первые капли нашего чая случились на улице Советской. Улица Советская, да, перед перекрестком Район дома 46 примерно, да? Я сырая? У меня же сырые джинсы и это не очень приятно. На улице идет дождь и ямы. Их не видно, они залиты водой. Поэтому дорога мокрая. Поэтому объехать их ты не можешь. Трудно оценить ситуацию и иногда попадаешь. Мы еще покатались по центру, свернули на проспект Мира, вновь выехали на Ленина, оттуда на космонавтов. При повороте с космонавтов на республику. Первые капли чая упали из того стакана, что стояло на панели машины. Затем были восьмой микрорайон, улицы Цоя и Высоцкого. На них трясло, но не лилось. Женя, стаканчик помните? Ну, у меня пролилось, конечно. Где-то, наверное, процентов 20. Пятая часть. На мне сейчас находится. Все остальное пока на месте. Потом была магистральная, где неплохо ощущается колея на дороге и объездная. Мы держали путь на промзону. Так. Нам бы только доехать до третьего проезда. Там, говорят, уже все хорошо. Ты чувствуешь, как стало даже в машине тише сразу? Все поменялось? Да, мы видим, очень ровно, мягко. Только что уложенный асфальт. Пять километров свежего асфальта превратили центральный проезд промзоны в магистраль, где единственная кочка – это железнодорожный переезд. А давай попробуем свернуть какой-нибудь из проездов и посмотрим, что изменится. Хорошо. Выбор пал на 14-й проезд, судя по количеству припаркованных машин. Эта небольшая улица весьма популярна. Как минимум треть стакана сейчас на меня вылилось. Я тоже запачкал себе машину. Запачкал машину? Да. Очередная кочка чуть не поставила под угрозу весь эксперимент. Стакан на панели просто опрокинулся. Из него вылилось почти все содержимое. Оу! Мой стакан просто упал. С промзоной все было ясно и мы направились к последней точке нашего эксперимента – экзаменовать выезд из города и трассу в сторону Карамовского поста. Трудности начались, не доезжая ближнего СМП. Я сырая, да, не оглядывайся. Я сырая. У себя причем практически уже. Саша! Не нарушаем правила, неровности. из-за воды не видно препятствий, которые перед тобой. Может быть, просто кто-то водить не умеет? Хорошо. Женя, я предлагаю тебе сесть и чтобы самой убедиться, что я это делал не специально, что в тебя облегчаем. Но тебе придется занять вот это место. Договорились? И держать стакан. Я буду сейчас стараться ехать максимально аккуратно. Максимально аккуратно я уже ехал, Жень. Ты вся облилась. Ну, или я буду тебе мстить сейчас. Едем как будто по стиральной доске, машину трясет, ямы и кочки объезжать практически не получается. Опа! Ой, ой! Есть! Так. А кто-то говорил, что девушки аккуратнее ездят. Сухим в этом эксперименте не остался никто. Всего несколько километров по дороге в сторону Карамовки и чая в стакане практически не осталось. Оу! Но меня спасает только то, что у меня мало воды в стакане. нет, не спасает. Я предлагаю заканчивать, потому что я уже весь мокрый и воды просто нет. Итак, мы проехали поворот на садовое товарищество Мечта и на этом решили закончить наш эксперимент в том стакане, который стоял на лобовом стекле, на панели. Чуть-чуть осталось больше чая в моем стакане совсем. Все? А был полный до метки. Итог нашего эксперимента таков. Дороги в городе достаточно неплохие. Всего лишь несколько участков, где мы пролили свой чай. В том числе промзона и несколько перекрестков, в которых действительно требуется ремонт. А вот трассу до Карамов сенью, конечно, очень хотелось бы, чтобы она была отремонтирована, потому что ехать по ней даже без чая, а просто сидя в машине, то еще удалось. Мой чай весь закончился именно на этой дороге. Евгения Демина, Александр Иванов, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. С течения обстоятельств или халатность врачей сразу несколько семей в уходящем году подали на местных медиков заявление в прокуратуру. Тонкости коммунальной арифметики жители бывших городских общежитий возмущены цифрами в своих расчетках, которые они получали в начале 2019 года. И сразу несколько громких дел. Вспомним о самых резонансных расследованиях, которые потряслили не только город, но и всю